Бритва Агиделя Сделанная еще в Советском Союзе Перестала включаться Вот такая вот коробочка С красивой надписью С бархатом внутри Пока убираем Есть описание С подробной инструкцией по разборке Для начала проверим Провод Звонится или нет Включим тестер Просто прозвоним провод 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 Программа Все звонится Провод Откладываем в сторону значит дело не в проводе. приступаем к разборке бритвы. блок ножей снимается просто вот так по шатываниям вынимаются алё так дальше выковыриваем две резиновые заглушки которые закрывают винтики и откручиваем эти четыре винтика и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Снимаем корпус ножей и видим вот эти все внутренности наши аккуратнее со всеми уплотнителями, мелкие уплотнители отдельно складываем, чтобы не потерять Теперь ослабляем вот этот винтик надо покрупнее отверточку взять Винтик залит краской, его просто надо ослабить пока до конца не откручиваем вот, и корпус сразу начинает плавиниться Снимаем вот эту скобочку который удерживает триммер вот эту скобочку такой вот, аккуратнее и все, вот у нас две половинки и теперь все это идем мыть и чистить в раковину После помывки аккуратно подключаем сетевой провод к бритве и проверяем, нормально ли контачат разъемы в проводе со штырьками, торчащими из бритвы для этого замеряем напряжение на входах дросселей вот видим наши 220 вольт то есть все, претензий к подаче напряжения нет так, после дросселей тоже 220 вольт, все нормально так так после помывки внимательно проверяем наличие всех деталей корпус лучше мыть с моющим средством в корпусе самое главное не потерять вот эти вот закладные гаечки вот их 4 штучки должны быть в корпусе головок обычно остается вот этот вот винтик потому что он находится под пломбой я разбирал эту бритву впервые, так что пломба была на месте так что вот винтик видите на месте так и дальше должна остаться переходная планочка на триммер такая вот 4 вот таких вот резиночки уплотнительные они вкладываются вот в эти полочки при сборке для уплотнения 4 штучки 2 заглушки которыми заглушаются вот эти винтики вот эти вот вот это скоба для вот этого винтика который внизу бритвы под красочкой вот скобочка с винтиком 1 коротенький винтик и 4 длинных которые вот сюда вот вкручиваются далее рамка сетевого провода изоляционная картоночка пускай будет родная чем лучше вырезать самостоятельно так сам триммер вот он лейба со знаком качества ну и крышечка блока головок и второй блок шестеренок передающий вот они снимаются но лучше местами их не путать я специально вот этот вот помыл и сразу надел чтобы не перепутать ну и сам блок двигателя для начала проверим состояние щеток двигателя с одной стороны экран запаян а с другой стороны просто запавлен вот сюда вот под скобу можно вот так вот ее снять маленькой отверточкой поднять пружинку поднять пружинку и наверное вытряхнется щетка вот видите щёточка вытряхнулась щёточка большая целая то есть менять ее смысла нет ставим назад и аналогично вторую проверяем поднимаем тоже щетка большая сработка ровненькая все ставим ее назад и отпускаем пружинку обратно в пазик то есть щетки в порядке для контроля давайте прозвоним дросселя так так Вот оказывается у нас беда с выключателем. Видите, вот этот штырек при включенном выключателе звонится, а этот штырек не звонится, хотя дроссель исправен. Переход на щёточки, второй переход на щёточки, то есть неисправность мы нашли, у нас неисправность у выключателя. Аккуратно отгибаем тонкой отверткой белую полочку и наклоняя вынимаем головку выключателя. Самое главное не сломать вот эти вот штырёчки тоненькие. Там внутри мы видим вот такую штучку с пружинкой внутри. На штырьки боковые, которые надеты вот такие вот латунные, может медные колесики, типа шестереночек. Они не подгоревшие, чистые, то есть здесь у нас порядок. А вот эти контактики, которые внутри, лучше бы конечно почистить. Вот мы их чистим. Да, здесь грязь есть. Немножко. И собираем в обратном порядке. Аккуратненько вставляем. Вставляем пружинку. Вставляем вот эту вот полочку внутрь. Теперь начинаем попадать. Вот. Проверяем, что у нас получилось. Нормально. Второе. Второе тоже нормально. Ну вот, считайте, мы бритву починили уже. Но всё равно профилактику провести надо. Для профилактики берём жиденькое масло. У кого нет специального, можно использовать автомобильное, но лучше жидкое из автоматических коровок передач. Буквально капельку, одну капельку. Капельку и вот так вот покрутили. Видите, она постепенно уходит. Так, теперь выставляем двигатель вот так вот, чтобы достать оттуда отверточкой или спичечкой. Точно так же на тоненькую отверточку. Берём вот так вот капельку масла и аккуратно вот туда вот. Всё, чтобы оно растеклось. И опять покрутили. Опять покрутили. Вот прям значительно лучше крутиться стало. Так, оськи протираем от старого. Пластмассовые элементы можно смазать специальной смазочкой. Можно аккуратненько графитовой смазочкой смазать. Много не мажьте, чтобы потом волосы не прилипали к маслу. И оська для коромысла на триммер тоже смазываю. Чтобы не мазать вот эти шестеренки по кругу, рекомендую вам намазать центральную шестеренку. Так. Так. Надеваем триммерную насадочку. Она должна надеваться вот так вот. Вот видите как. Так вот. И шестеренку. Эксцентрик должен входить в вилочку триммерной насадки. Вот видите мы вращаем. Она двигается. Эксцентрик. Теперь проверяем ножи. Ножи самое главное, чтобы не было протертостей со стороны сеток. Снимаются они легко. Вот так вот. Один. Второй. И вот вынимается нож. Тоже обломов нет. Ножи ровненькие, блестящие. Так что ставим их на место и не трогаем их. Их даже лучше местами не менять. Потому что они притерты. Нож и сетка притерты друг к другу. И при замене может быть дискомпорт при плитее. Все. Теперь приступаем к сборке. Как говорится сборка в обратной последовательности. Но все равно надо очень аккуратно собирать. Начну для начала. Фольга с этой стороны припаяна. Видите какой порядок заправки? Такой же порядок заправки должен быть и с другой стороны. Вот так вот. А сверху для изоляции надевается бумажка. И аккуратно это все укладывается в одну половинку. Ну, так я только увидел. Да он с утра уже был свет. Я бы опалку дала. А вот. Все завешено. Видишь? Куда рубашка что-то есть? Ой. Аккуратно укладываем блок выключателей. Теперь скобочка. Скобочка у нас должна встать вот таким образом. Винт выкручиваем. Винт выкручиваем, чтобы не смещать. То есть скобочка должна лечь вот загибами вот в эти отверстия. То есть мы можем чуть-чуть наживить винтик. Вставить в одну половинку. Ать. Слохо наживилось. Одну половинку. Теперь аккуратно. Заправить вторую половинку. Вот. Видите? Все. Сошелся шов. Значит правильно попали. Так. Сильно не сжимаем. Мы можем нижний винт закрутить. Тоже не со всей дури, а так вот. Что-то. Потому что нам надо будет вставлять вот сюда вот шильдик. Со знаком качества. Придется разлебать это дело. Вот. Вставили. Так. Сюда надеваем мы пружинку триммер. Вот. Вот. В штатные углубления. Видите? Вот. В штатные углубления. Видите? Попали. А вот это вот. с трубочкой кембрика накидываем на вот эти штрихи. Вот. У нас корпус более-менее жестко собран уже. просто уже ровно помочь. Короче. И то есть, за исключением рамки вилки. Такой, чуть-чуть. Сможем её вставить. Нет. все вставили затягиваем со всей дури не надо так вот плотненько почувствуете так триммер надевается следующим образом вот этими крючочками цепляемся за пружинку и вставляем аккуратно все вот вставлю и следим чтобы направляющие вилки вошла вот-вот-вот ласточкин хвост так теперь надеваем вот эти вот уплотнения очень внимательно за ними следить они теряются часто при разборе вот четыре уплотнителя теперь на эти уплотнители надеваем рамку ножей так вот тоже чтобы плотненько она наделась и аккуратно четыре винта вставляем сразу до конца не закручивайте чтобы отцентрировать потом так и маленький один один как вы помните остался у нас под пломбой и это попали проверяем все попали все по резьбе теперь концентрируем чтобы хорошо села вы почувствуете когда она сядет затягиваем сначала резьбы винты которые по центру а потом четыре крайних а потом четыре крайних дальше вставляем головку вот таким образом вот на пружинку надавливаем и вставляем все она защелкивается так единственное забыли вот эти вот заглушки тоже вставляем все лучше вставлять без головки лучше вставлять без головки вот нарез и два головочка крышечка и наша бритва снова готова к эксплуатации так что знак качества о многом говорит спасибо за внимание самое главное забыл вам показать то что она работает все дыква работает и скручиваем все спасибо за внимание если будет нужна помощь или консультация обращайтесь пишите спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание